Друзья, привет! Это Победа. Пусть и небольшая, локальная, но в то же время Победа. И она принадлежит каждому неравнодушному россиянину, но рано пока расслабляться. О чем это я? Ух, сегодня ролик будет крайне положительным. Не весь, но в основном. Дело в том, что законопроекты о QR-кодах решили притормозить и направить в регионы. Давайте же разберемся поподробнее. Вячеслав Володин заявил о том, что законопроекты о QR-кодах решили притормозить и направить в регионы, Совет Федерации, Общественную и Счетную Палату для обсуждения до 14 декабря. А почему же это произошло, спросите вы? Ведь власти накануне предлагали провести через Госдуму в первом чтении законы и сделать это в максимально короткие сроки. И политологи причины называют, набравшие массовость, уличные протесты в регионах, которые пока что проходят мирно. Но, как считают политологи, они могут перерасти и в более радикальную форму, как это было во время монетизации льгот зимой 2004-2005 годов. И вот слова одного из политологов. Да, стихийные протесты совершенно не исключены, причем протестовать будут не либералы, а самый что ни на есть глубинный народ. Та самая социальная база, на которую Путин опирался на протяжении всего периода своего управления. Так считает политолог Аббас Галямов. И это не просто какой-то левый липовый политолог, а это российский политтехнолог, кандидат политических наук. И он был кремлевским спичрайтером. Был в департаменте по подготовке публичных выступлений председателя правительства Российской Федерации. Также он работал в полномочном представительстве Республики Башкортостан в Москве. И заместителем руководителя администрации президента Республики Башкортостан. То есть этот человек понимает, чем все это действительно может грозить. Конечно же очевидно, друзья мои, что власть сейчас спихнула это все на регионы, чтобы переместить народный гнев, точнее его фокус. Но тем не менее даже близкие к Кремлю политтехнологи считают, что все это произошло из-за страха бунта глубинного народа. Глубинный народ, друзья мои, это просто обычные люди, которые выходили по всей стране. Но все эти появлялись комментаторы, которые говорили, да что вы, все это бесполезно. Но вот они, пожалуйста, первые плоды. Конечно же, радоваться рано. Но опять же, нельзя списывать эту пусть и маленькую победу со счетов. Вы посмотрите результаты опроса в независимых СМИ, у независимых блогеров, в том числе я у себя проводил опрос. Они все говорят о том, что люди по большей части против QR-кодизации населения. Даже те, кто вакцинирован, среди моих подписчиков достаточно много таких. Я уважаю мнение каждого. Привился? Ваше дело. Не привился? Ваше дело. Но даже те, кто привились, многие считают, что ограничение по QR-кодам недопустимо. Недопустимо сегрегации общества. И вот хотел бы показать реакцию депутата Евгения Ступина. Эта реакция просто бесценна. Ура, друзья! Законопроект о QR-кодах не будет принят Госдумой на этой неделе. Почему? Потому что мы с вами писали тысячи писем депутатам на сайт Госдумы, в их соцсетях. Многие люди в Иркутске, в Екатеринбурге, в Улан-Удэ, в Владивостоке, в Архангельской области выходили на митинги против QR-кодов. И в итоге в Кремле испугались. Испугались народные реакции. И решили отложить рассмотрение законопроекта до 14 декабря. Если мы с вами будем дальше писать депутатам, будем требовать от них не принимать этот закон, нас абсолютное большинство нас услышат. И мы сможем воспрепятствовать узакониванию QR-кодов. А, друзья мои, таких людей действительно большинство. И даже в тех пабликах, в которые нагнали ботов, даже там не могут вытянуть голосование за введение QR-кодов. Почему? Потому что противников настолько много, что даже ботов тупо не хватает. Посмотрите, вот, пожалуйста, издание Ура.ру. Буквально несколько дней назад там около 80% были против и около 20% были за. Сейчас ситуация изменилась. И если зайти в комментарии, видно, как накручивает ботов. Так боты пишут, копируют однотипные сообщения. У них даже аватарки одинаковые. Но даже накрутка голосов с помощью ботов, которых кто-то взял и просто наслал на подобные опросы, даже она не помогает. А вы, друзья мои, каждый из вас, кто распространяет эту информацию, вы тоже внесли свою лепту в данную небольшую победу. Кто-то вышел и записал обращение, кто-то распространил это в социальных сетях. Но, тем не менее, каждый сделал какое-то небольшое дело, которое в итоге внесло неоценимый вклад в общее дело. И преуменьшать значимость этого события не нужно. Обрадовалась и депутат Екатерина Ингалычева в своем телеграм-канале. Она написала, ура, здравый смысл победил. Поднявшийся общественный резонанс, чреватый очень серьезными проблемами. И тысячи, и даже десятки тысяч направленных обращений от граждан страны в Госдуму и в соцсети депутатам заставили их притормозить. Она также добавляет, это здорово, но это еще не победа. Победой будет снятие этих законопроектов, а это значит, нам с вами нужно продолжать держать руку на пульсе и немножко трудиться. И чтобы под Новый год по-тихому не протащили. И, друзья мои, власти прикрываются тем, что якобы мы стараемся для народа. Но если 80% народа Российской Федерации против введения вот этих QR-кодов, то получается данные законопроекты, они антинародные. Что не так, что ли? Но в то же время я хотел бы вам показать двойные стандарты власти, которые пытаются обвинить народ уже непонятно в чем. Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину от граждан Иркутской области. Открытое обращение. Владимир Владимирович, мы, жители города Братска и Братского района Иркутской области, обращаемся к вам как к избранному народом президенту. Второй статьей Конституции Российской Федерации определено, права и свобода человека являются непосредственно действующими, а государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина. Мы, жители города Братска и Братского района Иркутской области, крайне возмущены тем антинародным курсом, который проводит правительство Российской Федерации и губернаторы в регионах. Наши деды в 45-м остановили фашизм. Наша задача сегодня не допустить его возрождения. Русский народ против геноцида. Фашизм на нашей земле не пройдет. Фашизм не пройдет. Фашизм не пройдет. Ура! И вот смотрите, реакция мэра. Мэр абсолютно переворачивает обращение людей и задает следующий вопрос. Это вы кого фашистами назвали? Врачей, которые нас лечат или тех, кто спасает людей в реанимации? Кондукторов, которые в транспорте просят вас маски надеть, чтобы остановить распространение инфекции? Или ученых, которые одними из первых создали вакцину, чтобы спасать людей? Вы людей, спасающих жизни, называете фашистами? Много еще чего он наговорил. Но в данном случае люди возмутились этим самым обращением и заявили о том, что они не считают врачей, ученых фашистами, но скорее направляют свое обращение к власти. Понимаете, вот он двойной стандарт. Он пытается надавить на то, что люди называют тех же врачей как-то плохо. Но в данном случае эти двойные стандарты не проходят, потому что люди в ответ говорят, нет, мы не их называем так, а вас. И чтобы убедиться в этом, достаточно почитать комментарии под постом. Понимаете, вот вроде пытался как-то вывернуть, перевернуть, переиначить, чтобы очернить тех, кто выходит на улицы, но не прошло. И я вам больше скажу, сейчас люди увидят, что при должном объединении, причем это абсолютно мирно, можно достичь перемен, то дальше этих перемен будет еще больше. И вот, друзья мои, видите в чем дело? Власть пыталась раньше обвинить людей в том, что люди пытаются участвовать в каких-то массовых беспорядках, но люди в массовых беспорядках не участвовали. Но в данном случае, подняв общественный резонанс, удалось добиться результата. Не конечного пока, но промежуточного. И вот послушайте, что люди говорят про эти самые QR-коды. Вы тоже против QR-кодов? Конечно. Почему? Ну, потому что QR-код – это товар, а я не товар, извините. Прививку не ставите? Конечно, нет. Здоровый образ жизни, позитивное мышление, помощь окружающим. Вот это – это люди, человеки. А вот, извините, где, как сказать, QR-код стоит, то это, пардон, скот? Это попирание наших прав и свобод, нарушение Конституции, нарушение всех прав, какие только можно нарушить, уже все нарушено. Мы хотим передвигаться спокойно, мы хотим жить. Зачем нам эти коды? Может, нам еще бирку на ухо, как животное? И у меня обращение к власти. Вот скажите, вы где сейчас видите преступников? Обычные люди, граждане Российской Федерации. Это чьи-то братья, сестры, родители, бабушки, дедушки. Это такие же люди, которые также ходят по нашей земле. Это наши граждане, наши соотечественники. В чем вы обвиняете простых людей в том, что люди просто не хотят жить в заперти, что люди не хотят на себя надевать вот эти бирки, что люди не хотят, чтобы им присваивали номера? В этом вы людей простых обвиняете. Но прежде чем обвинять, нужно начать с себя. Нужно восстановить медицину нормально, чтобы у нас не было такой смертности, простите. Вы посмотрите графики по Российской Федерации. В мире умирает 4 с чем-то тысячи человек и в России 1200. 26% смертности дает Россия. Почему? По заражениям не дает такой статистики, а по смертности дает. Вы не задумывались, почему? А может быть потому, что у нас просто здравоохранение наше? Пошло по одному месту? Нет? Не думали над этим? Люди виноваты. Простые люди. То есть вы не будете получать QR-код ни при каких обстоятельствах? Я вообще не буду. Я лучше с голоду подохну. Лучше пускай меня застрелят. Меня будут вынуждать прививаться. То есть я против. Тем более я работаю учителем. Сейчас вот я в декрете нахожусь. Но скоро, возможно, с этим придется столкнуться. Надеюсь, все отменят. Все ограничения к моему выходу. А если не отменят, что вы будете делать? Увольняться. А вот у вас желтая звезда прикреплена. Почему? Ну, тем самым я выражаю свое отношение ко всему этому. Я не хочу, чтобы повторялось то, что было уже в истории человечества. А вижу напрямую то, что это происходит. Вакцинацию надо делать. Но это должно быть, как сказал наш президент перед выборами, это должно быть добровольно. Но никак не в таком варианте, как сейчас это происходит. И пока власть пытается оцифровать население, с другой стороны происходит полнейший абсурд. Вот я вам говорил о том, что очень глупо и даже преступно проводить перепись населения во время пандемии. И заявили нам, сколько переписчиков заболело. И сейчас я вам эти данные озвучу. Более трех тысяч переписчиков заболели ковидом-19 в ходе проведения всероссийской переписи населения. Об этом сообщил глава Росстата. У нас заболело около пяти тысяч переписчиков за все время. Из них ковид подтвержден более чем у трех тысяч. Друзья мои, ну, учитывая то, что Росстат сказал о том, что переписано более ста процентов населения, эти данные смело можно умножать. Ну, на какое-то число, не буду говорить на какое. Возьмем даже вот эти пять тысяч человек. Против пяти тысяч человек было совершено преступление. А более того, каждый из этих пяти тысяч человек взаимодействовал с другими людьми, кто сидел дома. А у этих людей, кто сидел дома, есть также семьи. И вот представьте, какое количество человек, получается, заразили вот этим переписчиком. Каждый из этих трех тысяч человек прошел минимум по скольки подъездам. Ну, пусть каждый даже 10 квартир обошел. Это минимум. Суммарно получается около 30 тысяч квартир. И в среднем у нас в семье в России считается около трех человек. То есть, получается, переписчики подвергли риску минимум 90 тысяч человек. Правильно считаю или неправильно? Но зато люди виноваты в том, что не хотят прививаться. Но давайте отойдем и от Росстата, и от Ковида. Я вам хочу рассказать о борьбе, которую ведут в настоящий момент в Новосибирске. Пропагандистам, конечно же, неинтересно рассказывать о том, что россияне где-то пытаются бороться с системой, пытаются бороться с ограничениями. Либо за свою свободу, либо еще за что-то. Они рассказывают о том, как на белорусско-польской границе мигрантов водометами разгоняют. Но я вам расскажу про смелых новосибирцев. Новосибирцы встали на защиту сквера. Информация такая. В Новосибирске на несанкционированном митинге в защиту сквера на МЖК между активистами и полицейскими произошла самая настоящая потасовка. Видеозапись на своей странице в Facebook опубликовал общественный активист Владимир Кириллов. И суть заключается в следующем. На месте обещанного сквера, в защиту которого как раз и встали смелые новосибирцы, хотят поставить торговые павильоны. И люди вышли, встали против очередных торговых точек, встали на защиту сквера, начали требовать выполнения обещаний. И люди бьются, люди борются. И давайте посмотрим небольшой отрывок. 15 точек, которые полностью покрывают потребности. И здесь эти точки не нужны. Правильно говорю? Да! Поэтому нужно отстаивать свои позиции и прекращать незаконное строительство. Спасибо! Здравствуйте, граждане! Но я тут, скажем, житель высокого экспорта, поэтому на данный момент я придерживаюсь того, что тут должен быть сквер. Ни пол тысячи, ни какие-то вольки, и, конечно, поэтому жители не должны объединиться. И люди пошли на потасовку с полицейскими. Сообщалось о том, что женщина стукнула сумкой одного из сотрудников. Про задержание речи не шло. Такой информации, по крайней мере, у меня нет. Но в то же время, друзья мои, вы просто обязаны это знать. И распространяйте правду, друзья мои. Показывайте, что происходит у нас в стране. Если мы с вами не будем рассказывать правду, с экрана федерального телевидения нам будут рассказывать только о том, как там мигранты штурмуют границу. А с вами были новости с Антоном Хардиным. И я не прощаюсь.